Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Этот сюжет мы начинали снимать как красивую историю о снежной зиме в городе, но реальность внесла свои коррективы. Теперь это честный, подробный рассказ о зиме в Петербурге во всех ее проявлениях. Следующий кадр. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Елена участковый терапевт. После университета профессия быстро начала проверять ее на прочность. Сначала пандемия коронавируса, теперь грипп. Здравствуйте. Врач участковый терапевт. Вызывали? Да, вызывали. Каждая зима для нее это в первую очередь цейтнот на работе. В декабре к обычному приему пациентов в поликлинике добавился ежедневный обход. 10-15 адресов. Всего в учреждения сейчас таких вызовов поступает до 500 в день. Молодая девушка вызвала на повышение температуры уже неотложную помощь. 40,2 градуса Цельсия. Скорая оказала ей помощь. Следующей прихожу я. Задаю вопрос, а почему вы ждали до 40? Она говорит, ну а что я буду врачей вызывать? Могу и сама. Это был грипп в итоге? Это был грипп. Спустя почти год наша съемочная группа снова в поликлинике. В обязательном порядке в масках. Почти уже забытая тревожность быстро возвращается. С главным врачом Алексеем Балашовым говорим о свином гриппе. В период пандемии общий календарь прививок сдвинулся. Требовалось время, чтобы проверить сочетаемость главной вакцины от ковида с другими уже известными. В результате иммунная прослойка истончилась. И вирус гриппа смог вернуться к нам прямо из 2010-го. В те годы было большое количество осложнений, приводящих даже к самым тяжелым последствиям. Сейчас мы столкнулись с таким же штаммом гриппа. Люди не всегда успевают распознать это состояние, потому что за несколько часов температура поднимается до 39, это фибрильная температура уже к 40 градусам. И, конечно, восстановительный период после этого, это не 3-4 дня, это уходит где-то месяц-полтора. Вакцины есть, медики готовы к возвращению штамма. Но здесь, объясняет Алексей Львович, многое зависит от пациента. Дети, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, студенты из-за сессии, стресса. Для всех, кто находится в группе риска, эта зима должна стать в первую очередь временем заботы о себе. А для медицины временем ответа на вопрос, усвоены ли уроки ковида. Орехово. Лыжная трасса. На дистанции два спортсмена. Самый опытный Игорь Васильевич на лыжах уже 70 лет. Оп. Оп-ла. В эти места Игорь Васильевич возвращается каждую зиму. Впервые он приехал сюда в 68-м году на лыжной стреле. 9-10. Спинянска. До сих пор помните? Да. Это дом на колесах был. Заводские соревнования устраивали между цехами. Три вагона нас набивали. Каждый цех, свою команду. И приезжали здесь. Дистанцию размечали. И подведение итогов к драке. Кто первое место занял. Лыжные стрелы почти ровесники Игоря Васильевича. За последние 70 лет в их жизнях, стране и погоде случалось разное. Но трасса все еще живет. Как и ее, наверное, самое главное – петербургское правило. Если идешь слабее, сзади тебя догоняют, ты должен уступить лыжню. Ну, как же там второе дыхание. Ты должен уважать соперника. Пропустить. Но если открылось у тебя второе дыхание, так убегай тогда. У меня пока не открылось, я за вами поеду. Зима – это время не только новогодних, но и своих личных традиций. Тех, которые помогают помнить о главном. Тех, с которыми придется даже в самый хмурый день достать лыжи и взять билет на электричку. В прошлое. Да, и это тоже зима в Петербурге. Но в туристических буклетах об этом не пишут. Иначе бы Елена и Геннадий Ивлевы из Архангельска не оказались в этот день на Дворцовой площади под дождем. А у вас сейчас сколько примерно? Минус, плюс? Сегодня 19 было, наверное. Минус 19. У вас минус 19 дома сейчас? Да, сегодня, да. И вы приехали на новогодние практически праздники в Петербург под ледяным дождем стоять. Ну. Как случилось? Зима, она как-то подводит. Подводит просто? Подводит границы между прошлым и будущим. Вот так вот. Дождь на пантанке и дождь на небе. И в праздники, несмотря на прогнозы, туристов станет в разы больше. За этот год Петербург уже посетили почти 7 миллионов человек. Одно из главных направлений внутри страны. Абсолютный лидер по числу интересных туристических точек в любую погоду. И этот ледяной дождь в декабре будто совершенно конкретное послание от Петербурга его жителям и туристам. Вернее, просьба. Не спешить, остановиться и созерцать. Искать прекрасные и в ледяном дожде, и даже в декабрьском плюсе. Сколько выпало снега, а ведь где-то люди идут через горы Хаконе. Сильный ветер и лед. Отличная погода для кайтсерфинга. К этому летнему виду спорта в Петербурге добавили еще один корень – сноу. А серф заменили на зимний борт. Леонид Соловьев – инструктор по этому новому сноу-кайтингу. Проще говоря, заклинатель ветра. Одну руку встает, другую – назад. Одна из ошибок – начинаем рулить, как на машине. Зимой в чем прелесть его использовать? В том, что есть пространство, залив, допустим, да? И мы поднимаем кайт и катимся вдаль. Просто по заливу. В одну сторону, в другую сторону. Можно прыгать, какие-то элементы делать красивые. На лед выход запрещен. Небезопасно. Но и на снегу, на ровной поверхности, петербургский ветер справляется. Вот такой мах делаем. Летний вид спорта, который по всем законам логики и прогнозу погоды в Петербурге не должен был прижиться, превратили в зимний. С кайтом теперь ставят на лыжи, сноуборд и даже коньки. Вот так. Одним зима открывает новые возможности, другим путает все карты, третьих просит быть осторожными. Но при этом никого не оставляет равнодушным. Потому что, как самое русское время года, не признает полумер. Если уж дождь, то ледяной и на сутки. А если мороз, то на лыжах по лесу 20 километров. Полина Ганчева. Пульс города.